Девочка-пай 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 Дамы и господа, встречайте! Ведущие шоу «Танцы со звездами» Дарья Златопольская и Гарик Мартиросян. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте всем! В эфире телеканала «Россия» — лучшее шоу страны, посвященное бальным танцам. Это 10-й юбилейный сезон шоу «Танцы со звездами». Добро пожаловать в его сильных руках не только труба, но и один из лучших джазовых ансаблей нашей страны. Сегодня, как и всегда, с нами Вадим Эйлин Крик и его фантастические музыканты. Красивые, умные, сильные мужчины — это вообще отличительная черта нашего шоу. Стоит только взглянуть на состав жюри. Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, прославленный солист Большого театра, народный артист России Николай Цискоридзе. Добрый вечер, Николай! Вице-президент Всемирного танцевального совета, президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств России Станислав Попов. Знаменитый солист Большого театра, художественный руководитель балетной труппы Флорентийского театра Коммунале, балетмейстер с мировым именем Владимир Деревянко. Мой ласковый и нежный зверь Анна Павлова «Ах, Вадевиль, Вадевиль». Все это она, заслуженная артистка России Галина Беляева. Итак, наш сезон начался с двух праздничных отборочных туров. В них члены жюри наш эксперт Филипп Киркоров и вы, уважаемые телезрители, выбирали тех, кто продолжит свой путь в проекте. И вот, кто оказался лучшими. Встречайте! Екатерина Старшова, Владислав Кожевников! Александра Урсуляк, Денис Тагинцев! Глафира Тарханова, Евгений Папунаишвили! Юлия Синицына, Василий Деловов! Дмитрий Миллер и Екатерина Осипова! Евгений Ткачук, Инна Свечникова! Алиса Гребеншукова и Михаил Щепкин! Нелли Уварова, Евгений Раев! Ирина Безрукова и Максим Петров! Анастасия Веденская и Андрей Карпов! И лидеры зрительского голосования Александр Петров и Анастасия Антелава! И еще две пары набрали одинаковое количество баллов! Это Тимур Батрудинов и Ксения Пожиленкова! А также Даниил Спиваковский и Ксения Путьков! Одни стали лидерами онлайн голосования, другие набрали максимум смс от телезрителей. Но по правилам дальше может пройти только одна из этих двух пар. Ведь в проекте остается только 12 пар. Поэтому сейчас мы предоставляем членам жюри возможность решить, кто из этих двух пар. Вот и первый волнующий миг в нашем шоу, друзья. Сейчас мы узнаем все. Тимур, кажется, хочет что-то сказать. Что, Тимур? Конечно, скажи в микрофон, иначе тебя никто не услышит. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, танцующие! Это успех! Я чувствую, это успех! Тимур, это фантастический успех! Невероятно! Зрители же еще не знают, чему они аплодируют. Что ты сейчас скажешь? Они что, вы решили связать свои судьбы? Уважаемые жюри, я бы хотел избавить вас от... От этого волнительного... Акстриктиза? Да, очередного! Почему? Танец, это не просто ритмичное перемещение по полу, под ритмом. Мы не знали, что это перемещение. Вот понимаешь, Галик, что это значит? Для меня мой первый танец, это как раз было ритмичное перемещение. Ты действительно хочешь уйти? Стоит ли нам робко надеяться, что и партнерша твоя выскажется в том же стиле? Может, она хочет остаться? Это твое решение, только твое? Я думаю, выскажется, Ксения. Нет, наше решение обоюдное, и мы посоветовались... Ощущение обоюдное, что надо уходить. И ощущение, и ощущение тоже. И мы посоветовались и решили отдать свои голоса, свой голос в поддержку. Данилу Спилаковскому, Ксении Путико. Можем мы хотя бы получить от тебя обещание, что ты здесь окажешься на юбилейной программе, и еще какой-то танец нам все же подарит? Да, да, с огромным удовольствием. Танец, я понял, танец — это моя жизнь. Ты обещаешь? Обещаешь? Обещаю! Давайте, как следует, проводим эту прекрасную пару. В добрый путь, друзья. Спасибо, Тимур, спасибо, Ксения. Смелый поступок, да. Ждем вас на юбилейной программе. Что ж, таким образом, Тимур и Ксения избавили наши жюри от тяжелого очередного решения. Нас покинули три пары, но мы надеемся и уверены, что увидим их в юбилейной программе, которая будет 27 марта. Ну что ж, на паркете 12 пар. А вот за еще одну пару голосовала вся страна. Зрители отдали им тысячи голосов. Лишь немного им не хватило, чтобы пройти дальше. Поэтому решением жюри эта пара откроет сегодняшний вечер, исполнив свой прощальный танец. Дамы и господа, встречайте, Джефф Монсон и Мария Смольникова. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Это был прощальный, скажем так, лебединый танец прекрасной пары. Спасибо. Сегодня на парке двоидут 12 пар. Из них две в последний раз. Кто именно пройдет дальше, решится благодаря сумме оценок жюри и зрительского голосования. Отправляйте свои СМС с порядковым номером вашего фаворита на короткий номер 1075. Стоимость сообщения 35 рублей, включая НДС. Ну или голосуйте на нашем сайте dance.russia.tv Это будет сложный выбор для нашего жюри, для наших телезрителей и очень непростой день для наших участников. Именно поэтому их поддерживает наш приглашенный эксперт. Дарья, кто это будет сегодня? Сейчас я представлю нашего специального гостя, тем более, что это действительно очень особенный человек сегодня. Но вы слышите, что наши трибуны скандируют. И, конечно, я должна дать слово Джеффри, поскольку он танцевал под эту великую музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Но я уверена, что Джеффри, за свое недолгое участие в программе «Танцы со звездами», стал своим для всех нас. The other competitors have been fantastic and very nice. All the staff at Dancing with the Starry, very helpful. And all the support from you guys, thank you so much. И особенно мне приятна поддержка студии. Спасибо, ребята. Дарья, я с большим уважением отношусь ко всем экспертам, которые появляются в нашем проекте. От нас ненадолго, я надеюсь, ушел Филипп Киркоров в свое сольное плавание, в свое творчество. Кто сегодня у нас будет звездным экспертом? Есть ли еще в России эксперты по танцам? Ты знаешь, Гарик, дело же даже не в том, чтобы человек был экспертом по танцам, потому что у нас в жюри сидят четверо высшие категории профессионалов. Но все те гости, которые приходят сюда, это люди, которые в своем деле достигли абсолютных высот. И вот сегодня это человек, который очень-очень редко появляется в кадре сам. Зато именно его талантом многие артисты стали известны каждому в России. От бедной Насте до прекрасной няни, от не родись красивой до Екатерины. Он остается, пожалуй, самым успешным продюсером телевизионного кино и одним из основателей нового телевидения в нашей стране. Четырежды лауреат премии ТЭФИ. Президент Академии российского телевидения Александр Завинович Акопов. Добрый вечер, Александр Завинович. Очень приятно вас видеть на танцах со звездами. Добрый вечер. Мне очень приятно здесь находиться. Я, на самом деле, всегда говорю, что продюсер – это представитель зрителя на съемочной площадке. Главное – это улыбки, слезы артистов, которые выходят на эту сцену, их эмоции. И самое главное – еще важнее – это эмоции зрителя. Поэтому, если вы... Если судить так, как судит зритель, а я постараюсь сегодня сначала защищать артистов от жюри, а потом зрителя от всех остальных, то вот только что это шоу покинула пара, которая уже победила. Что ж, начинаем. Танцы со звездами. С экспертом мы познакомились. Жюри с нетерпением ждет первого танца. Участники рвутся на паркет. В нашем шоу с нами, к сожалению, нет Тимура Батруддинова, поэтому вы можете вернуть детей к экранам. Мы начинаем. Маэстро Вадим, прошу вас. Алиса Гребенщикова, Михаил Щепкин, «Ча-ча-ча». Алиса, какие выводы вы делаете? Алло, Михаил, слушай, мне кажется, все было ничего. Вы очень чувственная пара. Вы меня заворожили. Ты на хорошем пути. Музыкально это вообще не румба, мне кажется. Мне все равно, критикуют меня это и хвалят. Это не так важно. Важно, чтобы процесс шел. 8, 10, 7. Мы в лидерах. И это приятно. Раз, два, три. Ча-ча. У нас танец «Ча-ча-ча». Потрясающий зажигательный латино-американский танец. Я всегда отношусь к любым танцам, как к актерской работе. В первую очередь. А потом уже движение ног. Ча-ча-ча. Стоп. Сложность в чем? Мы репетируем латино. Это очень страстные, темпераментные танцы. А в театре параллельно я репетирую петербургского сухаря. Я там должна быть очень закрыта и собрана. Вся наша боль, моя лишь боль. Это очень тяжело. Это, наверное, хуже, чем жить на две семьи. Алиса, включайся. Давай танцевать, Мишка. Она актриса. Я не привыкать играть разные роли. И я думаю, что она сможет переключиться. Вдохновение улети ко мне. Я в нее верен. Ча-ча-ча. Три. Мы готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Ты права в нашем исполнении. В нашем исполнении это был самый настоящий фанк. Фанк, так. Фанк, да. Это был фанк, как джаз-рок фанк. Но по большому счету доли есть доли, поэтому танцевать можно было все, что угодно. И так как у нас прекрасные перкуссионисты, мы из него сделали кубинский танец Ча-Ча-Ча из фанка. Ча-Ча-Ча фанк? Конечно, фанк Ча-Ча-Ча. Гарик, мы на проекте постоянно делаем какие-то, какие-то новые стили мы создаем. В оркестре прямо. Ну и на танцполе, конечно. Это видно по экспрессии, которая здесь царила на паркете. Добрый вечер, здрасте. Вам сложно, да, наверное? Давайте сначала выслушаем жюри. Вы побалуете себя кислородом, да. Галина. Замечательный танец. Единственное, что мне кажется, я понимаю, что, конечно, через пластику, без слов создать образ, это очень сложно, потому что, я вас понимаю, я сама такая же. Представляю себе другой Ча-Ча-Ча. То есть танец Ча-Ча-Ча представляю другим. Вам не понравилось это Ча-Ча-Ча? Вы просто забыли элементы. Вспомните, когда Алиса зависла вниз головой, как альпинист, а в этот момент партнер двигался. Может быть, я действительно, может быть, я как-то не совсем знакома. Наверное, надо просто повисеть головой вниз, тогда вспомнишь сразу Ча-Ча-Ча. Я висел два раза головой вниз, Николай. Это был не Ча-Ча-Ча. Это были девяностые, я был должен крупную сумму. Станислав, вам как знатоку женской красоты, человек, который обращает... Как знатоку женской красоты, вы знаете, я почему-то подумал о том, что Алиса сказала, что перестраиваться от драматичной театральной роли на Ча-Ча-Ча очень сложно, сложнее, чем жить на две семьи. А что, опыт такой был? Нет. Нет, да, то есть это чисто теоретически. Все вопросы к Станиславу Григорьевичу он может многое рассказать, дать советы. Нет, у меня такого опыта тоже не было. А если говорить о танце, то вы знаете, ну, Ча-Ча-Ча был замечательный. Мне понравилось то, что они делали, и как они легко трансформировались из образа строгой секретарши в этот ослепительный образ латиноамериканской танцовщицы. Какие слова просто фонтанирует человек, когда перед ним красивая девушка. Станислав, спасибо вам огромное. Мы вас провожаем к нашему звездному эксперту. Вернемся к отцам Конжири через несколько минут. Дарья, принимайте нашу пару. Большое удовольствие всегда видеть Мишу Щепкина в латине. Спасибо большое, Дарья. Да, Миша любит эти танцы, и они любят его. Но мне кажется, что Алиса с ее вот этим огненным цветом волос, это, мне кажется, достаточно просто ей выйти, и уже настроение Ча-Ча-Ча создано. Поймал себя на том, что в этой паре, я надеюсь, что партнер на меня не обидится, у меня было абсолютное ощущение, что партнерша это профессионал, потому что я в какой-то момент даже начал отвлекаться, и думаю, а что же он делает? Все, ладно, я пойду. И, наконец, я вспомнил, что артистка здесь Алиса. По-моему, это было потрясающе. Спасибо. Умница, Миша. Да вы что, она просто суй. Вы молодец. Что же вы так правильно на себя наговариваете? Мне на самом деле гораздо сложнее представить себе, как ты, Алиса, будешь воплощать роль петербургского сухаря, как ты сказала, который тебе предстоит. Я бы хотела пригласить вас на премьеру, Дарья. Приходите, посмотрите. Я с удовольствием. Но я думаю, что у тебя здесь на проекте будет еще возможность нам разные образы продемонстрировать. Ну а как оценили этот, узнаем прямо сейчас. Я думаю, Дарья, это был фантастический танец. Я специально акцентирую внимание зрителей и жюри на то, с какой интересной стороны подошли к ча-ча-ча наши исполнители. Потому что вот этот элемент, я не случайно сказал про головой вниз. Потому что у нас в стране очень частый случай, когда женщина сидит на шее у мужа, но чтобы висела еще на шее. Это достижение. Это новый вектор развития семейных отношений, я бы сказал. Владимир, ваша оценка? 9. Станислав. 9. 9. Галина, 9 и, внимание, десятка от Николая Цискоридзе. 6. Спасибо. 33 балла за Ча-Ча-Ча. Я думаю, что это очень-очень скромная оценка. Но мы же с вами понимаем, что у нас жюри профессионалы. Видимо, чего-то я не доглядел то, что доглядел Николай. Это «Танцы со звездами» на канале «Россия». Вернемся на паркет через несколько минут. На телеканале «Россия» продолжается суперпроект «Танцы со звездами». И сейчас на паркет выйдет наша следующая пара. Александр Петров, Анастасия Антилава, «Румба». У меня это был выход на сцену, а не на паркет. В этом номере не было ни одного основного движения «Джайва». Это было весело, но без танца. Но мы подготовлены на это шли. 8. 6. 9. Это хорошо, что такое начало было. И теперь можно сконцентрироваться именно на танцевальных вещах, на правильных движениях. Я думаю, что «Румба» это как раз тот танец, где он сможет проявить себя. Это любовь через эти руки, очень такой свет. Круто, да? Меняется твое ощущение. Особенно, когда ты попадаешь в номинацию. Азарт появился. Что-то изменилось точно именно для Саши. А мне нравится. Саша практически не спорит. Ты уже нормально реагирует, когда ему говорят, что надо выпрямить колени, спины держать. С этим проблемой как? Научимся. Я вообще сюда пришел из-за того, чтобы немножко выйти из своей зоны комфорта привычной. Поэкспериментировать над собой, над таким проявлением своим. Почему нет? Рисковать — это про Сашу. Ему не надо так, чтобы он был 100% уверен, что он попадет дальше. А мне кажется, это вообще интересно. Быть на грани, быть там в номинациях. Может быть, это и есть такой некий путь. Самое страшное — я лягу под пули. Я унесу ветром закат, если надо. Я просто такой. Не изменить ни рукой, ни ногой, ни словом, ни головой. Я такой. Я лег под пули и умер. Звезда героя жене. И над гробной камень. Ну, умер и умер. В прихожей на полочке лежу. И кто бы видел, не поверил. А это так. Ее охраняю. И просто люблю. А у нее все наперекосек. И почему? Так надо кому? Ей. Вселенной надо. Моей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Александр Петров и Анастасия Андалава. Спасибо вам. Прекрасный танец. И мы сейчас Дарье услышим мнение членов нашего жюри. Без оценок пока что. Но предвосхищая события, я скажу, что есть один член жюри, по речи которого уже понятно, какая будет оценка. С него и начнем. Дамы и господа, Николай Цискоридзе. Да. Саша, ну, сегодня вы применили большое количество сил для того, чтобы выучить основной шаг. Это замечательно для танца румба. Что бы, конечно, хотелось в дальнейшем. Когда вы произносили текст, вы это говорили с большим знанием дела, очень правильно расставляя акцент, потому что это ваша профессия. Но как вы задвигались, сразу пошли швы. Понимаете, да. Вот если бы вы освоили еще и все эти шаги с долей, так скажем, кантилены, было бы правильно для этого танца. Вот это было бы тогда очень хорошо. Спасибо. Это хорошая рецензия, зная Николая. Галина, скажите, вы у нас отвечаете и за танцы, и за, так скажем, эстетическое восприятие в киношном смысле этого слова. Вот это кино вам понравилось? Вы знаете, я, честно говоря, подумала, что, может быть, это такой запрещенный прием, потому что, когда вы такой блестящий актер, меня, честно говоря, прошибла слеза. Спасибо. Но, наверное, Николай прав, то, что в танце не должно быть лишних движений, особенно вот в таком. И вот эти вот какие-то такие мелкие шажочки, они, честно говоря... Ну, Галечка, он учится пока. Это уже гораздо дальше, чем было. Потому что, ну вот, в настоящем танце действительно должно быть все четко. В настоящем танце, подождите, у нас только вторая программа, вот на десятую программу. То есть вы считаете, что это был нехороший и некрасивый танец, Галина? Нет, я считаю, это был потрясающий танец. Так скажите об этом. Потрясающий танец. Просто потрясающий номер. Спасибо вам. Станислав, скажите, а вы согласны с Николаем Цискаридом? Я могу согласиться, но у меня есть мое мнение. Собственно, вы знаете, для меня этот номер пронесся буквально в один миг. Он был настолько драматичен, начиная с самых первых слов, которые произнес Александр, и затем танец. Я не могу требовать очень большого от него, от драматического актера, в исполнении шагов румбы. Но я очень благодарен ему за то, что он учил и позиции веер, и алимана, и раскрытие. Это узнаваемые элементы румбы. Поэтому спасибо большое за это. Вы постарались это воплотить в вашем драматичном номере. Владимир! Ну, я со всеми членами жюри согласен, конечно, по поводу тому, что вы блистательный актер. И началось все очень интенсивно. Эмоция прошла, думаю, что даже через экран. Когда вы исполняли элементы свободной пластики, то, что у вас получалось очень хорошо, очень драматично, и когда вы учили основной шаг, какие чувства были? Ну, на самом деле, это очень крутое сочетание. Вот, всего, ну, как бы основного шага и дополнением какой-то своей собственной свободы. Ну, что значит основной шаг? Покажите, чтобы мы просто не смогли вычленить вот этот шаг из всего танца. Это вы не смогли вычленить. Два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз. Два. Вот это основной шаг. Да, да. Я буду знать, просто когда... И самое ужасное, что надо всегда пропустить раз. Это такой танец, где на раз нельзя вступать. Друзья, если вы пропускаете раз, это румба. Румба. Просим вас подойти к свёрзному эксперту Игдаре Златопольской. Вам спасибо. Анастасия Анатолова и Александр Петров. Саша, я безумно рада славам жюри, потому что очень-очень я болела за тебя. Очень рада, что зрители поддержали так вашу пару на первом месте по зрительскому голосованию. Спасибо всем огромное, кто голосовал. Спасибо большое. Это очень круто. И поэтому был шанс у нас у всех увидеть вот тебя с этой стороны и услышать, как ты читаешь стихи, при том, что это, я так понимаю, твои собственные стихи. Да, мои. То есть я такой, это про тебя? Это про меня. Вот именно такой, как ты описал. И под пояс тоже, и под поле, да? Ну, если надо, то да. Ты такой? И шакрумбы тоже, если надо. И шакрумбы. Александр Завянович. Просто молодец, потому что... Молодцы, конечно же, вместе с партнершей. Это постановка, это шире, чем просто танец. Я вас с этим поздравляю. Спасибо огромное. Сейчас мы перейдем к самому тревожному, потому что на моей памяти у меня уже есть маленький опыт. Бывают прекрасные танцы, но оценки не всегда совпадают с нашими эмоциями, дорогие зрители. Итак, жюри, вам слово. Владимир. Восемь. Станислав. Восемь. Галина. Девять. На возрастание, на возрастание. Николай Цискоридзе. Шесть. Зная Николая и то, как он относится к танцам, это высший балл, Александр. Вы скоро это поймете. 31 балл этой прекрасной пары. Провожаем их аплодисментами. Спасибо. Спасибо большое. А на паркете мы ждем следующую нашу пару. Глафира Тарханова. Евгений Попаноишвили. Медленный вальс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Костюридзе, девять, шесть. Я абсолютно доволен выступлением. Глафира собралась и все сделала. Было очень страшно, меня прям трясло. Я даже слышал позвуки, как ты сдавала. Это был очень и очень зажигательный танец. Была микрозаминочка. Юбка в какой-то момент между нами зацепилась. Глафира еще включила дополнительный какой-то драйв. Желаю этой паре достигнуть из самых высоких результатов. Чтобы вы понимали, мы после эфира поехали тренироваться. Впереди очень эмоциональная, очень искренняя история. Будет совсем другая энергия, другие ощущения. Глафира полностью записала всю вариацию в свой блокнотик. Раз, два. Это круто. Это очень круто. Я тебя обожаю. Она старается безумно. У нее не все сразу получается. Она из-за этого переживает. Мы редко в нашей жизни проживаем каждый день на сто процентов. Мне кажется, в танце со звездами не выжить, если его не проживать. Три, раз, два, два. Мне хочется, чтобы это был твой танец. Это будет твоя история. Помоги мне. Подскажи ему. Давай сделаем что-то особенное, что никогда не было. Знаете, почему я плачу? Потому что я немножко перед вами не взрослая, а скорее ребенок. Сейчас вы мне какую-то несощущенную снимаете. Настоящую. Но я все равно боец, хоть я и плачу. Я уверен в тебе. Вот, чтобы ты понимала. Ну, там поцелуешь, а я потом пострадаю. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Владимир, как вам этот медленный вальс? Ну, мне очень понравилось, потому что я думаю, что Глафира сделала очень интересный шаг вперед. Номер действительно драматический получился. Должен сказать, что очень интересная работа хореографа. И то, что очень подошло, это же Суи Маляде на эту музыку и на историю, которая получилась. Эмоции, которые вы передали, дошли до нас, дошли до публики. Я думаю, что дошли до всех. Мне очень понравилось, и я вам желаю на будущее продолжать так же. Спасибо вам огромное. Николай, поддерживаете ли вы человека, который, скажем так, из тех же краев, что и вы? Это кого? Папунаешвили? Я говорю о себе. Я же родом из Грузии, Николай. Да ладно? Да, моя настоящая фамилия Павлиашвили. Мне понравилось то, что все, что вы делали с Женей, это было очень прилично. Было видно, что потрачено много часов репетиций. Все, что вы делали без Жени, это было совсем неприлично. И неприлично в смысле движение по паркету. Но что хотел вам сказать, просто дать вам совет. Когда вы учите танец, с самого начала одевайте ту обувь, которую вы будете танцевать, в смысле каблук. Обязательно, потому что вам просто будет гораздо, гораздо, гораздо легче. Я понимаю, что у вас болеют ноги, что вы устали от этого, потому что это совсем другое. Видно, мне показалось, что движение по паркету было удивительно. Я относился к ним как пальной паре. Скажите, гигантский прогресс по сравнению с первой программой. Абсолютно. Но то, что она делала, чего она достигла, это было удивительно. Аплодисменты, друзья, да, не стесняемся. Евгений, подождите. Пока не говорят вам хорошие слова, не надо их перерывать. Все классно. Бегите к Дарье Златопоиской. Наша прекрасная пара. Потому что я просто сейчас к словам. Подождите, пожалуйста, одну секунду. Жень, ты тут все скажешь. Евгений Пабунаишили и Глафира Тарханова. Женя, Женя, скажи, скажи, что ты хотел сказать, но тебя прервали. Я хотел в очередной раз сказать слова благодарности своей партнерше. Я объясню. Все, что мы делали вместе, знаете, бывает, когда ты таскаешь партнершу, а здесь было абсолютное движение, именно прочувствованное. То есть не было никакого вот дискомфорта. Глафирс, еще раз тебе спасибо. Ты молодец. Но вот обратите внимание, Евгения, Дарья, подскажите этой прекрасной паре, что действительно надо тренироваться в той обуви, в которой потом надо выходить. Потому что по Жене было видно, что он репетировал в угах. Совершенно было замечательно, когда ты вышла совсем одна в начале. Я представляю, как это было для тебя волнующе. Потому что оказаться совсем одной, и вот этот акцент, который есть в этой музыке... Я знаю, что Женя, он делился, да, он хотел сделать это историей женщины. И вот здесь, мне кажется, настолько ты была главной. Тебе это очень удалось. И у меня, правда, вот эта история, она достаточно... Такая прямо душераздирающая. Ну, наверное, мне ближе эта тема, потому что она такая лирико-драматическая. И потом для меня было важно, что наконец-то я как-то Женю чувствовала. Мы иногда все-таки встречались с Глядом. Мне это очень важно. Мне важен партнер не только в танце, но и зрительный контакт. Александр Завенович. Вот легко можно себе представить, когда в драматическом театре режиссер ставит задачу актрисе. Вот ты стоишь со стула, ты одна, и ты в таких вот своих каких-то мощных чувствах делаешь пару по вальсе, по комнате. И актрисы выполняют такие задачи, и, как правило, это действительно ужасно. Надо честно сказать. Здесь это было сделано фантастически. Господи, для драматической русской актрисы она танцевала гениально. Абсолютно. Вот мы об этом. Наконец-то мы это услышим. Слово гениально от Николая Цискоридзе впервые прозвучало на телевидении. Наш проект подошел к концу, ведь он был на это и рассчитан. Услышать это слово от Николая. Поля, спасибо тебе огромное за эти слова. И вообще, конечно, оценки твои – это один из главных стимулов, я знаю, для участников. Мне бы хотелось еще, друзья, представить вам вот этого прекрасного молодого джентльмена, который рядом со мной сидит, и которому очень понравился ваш танец. Вот мы сидели и восхищались. Это Равиль Ислямов. Изумительный скрипач, молодой, юный талант, участник конкурса «Синяя птица». Мы говорили, что средства, полученные в этом сезоне от СМС-голосования, будут направлены на благотворительные цели. Причем каждый раз это конкретная какая-то история. Вот в частности, сейчас мы помогаем купить для Равиля Ислямова инструмент, достойный его таланта. Для этого нужно собрать определенную сумму, и спасибо вам большое, что мы продвигаемся к этой цели. Тебе понравился танец, Равиль? Очень. Очень. Водушевили. Спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, когда-нибудь станцевать ваше произведение, в вашем исполнении. А давай прямо сейчас три ноты буквально можно, а Женя с Глафирой станцуют. Глафира Тарханова и Евгений Папунаишвили. Евгений Папунаишвили, Глафира Тарханова. И через секунду мы узнаем оценки жюри. Владимир? Десять. Вы посмотрите, как радуется Евгений Папунаишвили. Я даже боюсь спрашивать, какую оценку поставить Станислав. Станислав? А как вы думаете? Десять. Галина? Да! Десять. Понимаешь, рядом со мной сидят одни популисты. Пожалуйста, поднимите оценку, которую ждут все в этой стране. За гигантский шаг. Глафира семь. Одно меня радует, что это высший балл за сегодняшний день. 37 баллов. Евгений Папунаишвили и Глафира Тарханова. Вся борьба еще впереди. Это канал «Россия. Танцы со звездами». Мы вернемся к вам через несколько минут. В эфире телеканал «Россия». Это «Танцы со звездами». Возвращаемся на паркет. Юлия Синицына. Василий Деловов. Посадобль. На самом деле, я думала, что будет хуже намного, но получилось более-менее ничего. В художественной гимнастике не все танцевальные девочки, а вот она – абсолютное исключение. Десять. Это зажигательно, эмоционально, профессионально. Ты начала очень активно. И в середине ты сдулась. Семь. Я считаю, что это достойно. Посадобль намного сложнее, чем самбо. По характеру, по натуре – это на все 100% мой танец. Я не понимаю. Ты должен сделать одно движение, я упала, и я встала. Для работы из меня прет эмоции. Я могу и нагрубить, и что-то сказать не то. Вась, я не понимаю, ты почему на мне как-то оказываешься? Просто чуть спокойнее отношусь к ее вот этим выпискам эмоциональным. Давай. Моя линия – это опекать ее, заботиться, не ругаться. Кабук, стопа, кабук. Помедленнее можно? Все равно будем ругаться. У меня без скандалов, без истерик, без примирений, без слез не бывает. Тогда это не я, тогда это не настоящее. Да что ты делаешь? Импровизирую. Мне, человеку, который всегда лидер, немножко не хватает этого лидерства в нашей паре пока. Она немножко как сама по себе. Щик. Стоп. Вообще, я очень мало могу кому довериться. Сложно достаточно. Давай, еще раз начало. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но, конечно же, мы не смеем начать обсуждение этого танца без Николая Цискаридзе, потому что, насколько я помню, вы танцевали и не раз, Николай, под эту музыку. Не только я, но и Владимир. Мы не танцевали под эту музыку. Мы после неё только выскакивали. Потому что «Меркуцио» танцует сразу после танца с подушечками. Я думаю, что сейчас многие впали в ступор перед телеэкранами. Меркутсо — это из балета, вы имеете в виду? Это из балета «Румео Джульетта». Музыка Прокофьева звучала. Значит, что хочу сказать о танце. Это самый балетный танец и всей бальной программы. Он практически поставлен на наших характерных движениях. Но тебе дали безумно сложную хореографию. Безумно сложную. Что мне понравилось, что ты была гораздо убедительнее партнера, который тебя несколько раз пытался уронить. Его твоя энергия сшибает. А так, у меня сложно к тебе критически относиться. Я поклонник художественной гимнастики, я не могу. Здесь я не объективен, но я тебе сказал, тебя я буду судить исключительно как профессионала. Ты для меня профи изначально. Николай Цискоридзе растаял, друзья. Спасибо, спасибо большое. Станислав. Вы знаете, я, честно говоря, не совсем согласен с концепцией флагов, потому что это мне напомнило парад физкультурников на Красной площади. Это первое. Второе. Не очень много времени дается ребятам для танцев, поэтому хотелось бы больше и больше смотреть на их танец. Третье. Мне кажется, что увлечением того, чтобы передать настроение домов Монтыки и Капулети, разные цвета, немножко разбили единство этой пары. Я предпочел бы, чтобы костюм Василия все-таки был бы больше в гамме платья Юлия. То, что Василий, иногда у них возникали некоторые проблемы, я думаю, что было не потому, что Василий был плох. Он был хорошим партнером, он очень внимательный партнер. Но Юлия, она очень самостоятельна, она темпераментна, самостоятельна, она улична своим движением, поэтому он ее иногда ловил. А в целом мне очень понравился этот танец. Спасибо огромное. Галина. Юля, Вы очень-очень смелая, потому что, на мой взгляд, музыка очень тяжелая к исполнению. Вы справились замечательно. И вот на прошлой программе я сказала, что танец — это радость и удовольствие. Николай сказал, не всегда. Потому что, действительно, путь к танцу, он лежит через тернии к звездам, как говорится, через слезы. Мы видели это на экране, что это очень тяжело. Но Вы справились великолепно. Замечательный танец. Спасибо Вам. Спасибо, Галина. Провожаем нашу прекрасную пару. Юлия Василий, Вас ждут Дарья и Александр Завемович. Можно я сразу же дам слово Александру Завемовичу, потому что, по-моему, он в восхищении. Я в восхищении абсолютно. Мы его уговаривали прийти. Надо сказать, что Александр Завемович, он такой мощный продюсер. Он никогда никуда не ходит. Это правда. И вот мы его уговорили сюда прийти, давать вот эти свои советы. И сейчас я чувствую, что он не жалеет о том, Я не только не жалею, я действительно в восхищении. Этот номер особенно. Мне кажется, он как раз воплощение того, что максимально можно сделать. Потому что здесь есть драматургия, и эта драматургия максимально воплощена именно в движении. Это было сделано великолепно. Мысль выражена была движением. Замечательно, эмоционально. Я думаю, что все прониклись идеей Вашего конфликта, который, кстати... Спасибо, спасибо Вам огромное. Очень приятно слышать. В конфликте, мне кажется, что... Ну, вообще, Пасадобль, это же танец такое соперничество, да? Он танец соперничества, в принципе, да? И мне кажется, он как-то лег немножко, да? Он лег совершенно идеально, потому что этот танец полностью отображает наш бой во время тренировок нашей конфликты, но в то же время мы сходимся, и это получается достаточно неплохо, когда это получается. Спасибо, спасибо, спасибо Вам большое за этот танец. Друзья, сейчас мы узнаем оценки. Владимир? 10 баллов! Станислав, 10 баллов! Галина Беляева, 10 баллов! Дорогие Юля и Василий! Господи! У каждого в жизни... У каждого в жизни... А я вообще не понимаю, тогда зачем показывать этих троих? Вот сразу показываете только меня. Мы не расходимся по домам? Да! Зачем их пригласили? Мне непонятно. А, Галина, Владимир, пошли отсюда. Оставим Колю в один очередь. Они не работают! Николай Цискоридзе, 10... 7, Юля. Спасибо большое. Спасибо, спасибо Вам большое. 37 баллов Юлия Синицына и Василий Дилаот. А мы ждем на паркете супер-шоу «Танцы со звездами» следующую пару. Даниил Спилаковский, Ксения Пучко, Джаев, Я доволен очень. Главное, что оценили нашу работу правильно. Они увидели в этом маленьком спектакле. Такая история соблазнения. Один удар чувствовал. Даже он перекрыл музыку. То, что он освоил многие вещи под несвойственную музыку, к более для него несвойственному танцу, я могу его только поздравить. 7. 7. 7. 10! Мне очень понравилось. Я хочу увидеть эту пару еще раз на паркете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! О! Я сегодня не один. Ничего себе! Взял на репетицию своих детей троих, Дашу, Даньку и Андрюшку, потому что они все время спрашивали, папа, папа, чем ты занимаешься? Я говорю, что я танцую, а Даша тоже танцует. Денис, нога прямая! Я не могу, Даша! Ну, они действительно очень за нас болеют. Я думаю, что они будут таким очень хорошим стимулом для нас. Папа самый лучший! Дети – это, конечно, для меня колоссальная поддержка. Я для них живу и буду для них танцевать. Папа, 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 папа! Даня, он сегодня не жалеет. Он хочет сделать все, все, что он может. Немножко мне физически это трудновато, но пытаюсь, пытаюсь. Дальше, дальше, дальше. Сейчас, 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 сейчас. Такая вот полная отдача, она, конечно, дорогого стоит. Что скажут мои детки? Папа, а хватит ли тебе сил на нас? Папа, а хватит ли тебе сил на нас? Папа, а хватит ли тебе сил на нас? Мерало вам морскому возьмем бы еще на крожу, Им он не устоя… Эй, моряк, ты слишком долго плавал, Я тебя успела разлюбить. Мне теперь морской по нраву дьявол, Его хочу, его хочу любить Его хочу любить Я понял, что я обожаю джайв, это всегда так весело Вадим, это же был джайв, да? Если бы меня спросили, что это, я бы не знал, как это называется Давайте мы вас спросим, что это? Что это? Это был джайв, это был самый настоящий свинг Он был в музыке, размашистые движения Это вот то, как я себе представляю джайв Спасибо, Вадим Очень исчерпывающая информация Какие разные лица у членов жюри Даже не знаю, с кого начать Давайте начнем с человека, который просто светится от счастья Который пританцовывал, который подпевал Которого рука тянется к высшему балу К десятке Николай Цискарицы Почему все время меня подставляет? Ну что же такое? Значит, Данил К сожалению, сбивался очень с ритма Несмотря на то, что Ксюша тебе и так, и так подсказывала и сдвигала с места К сожалению, ты допустил очень много неточностей Как обычно, номер очень хороший, веселый Задохнулся ты уже даже не в середине, а до середины И к концу тебе было совсем тяжело Джайв, сложный танец Для тебя видно выносливость Надо больше было репетировать Галина, вы в профайле сказали, что это одна из ваших любимых пар Поэтому очень интересно услышать ваше мнение Оправдали ли надежды, а не ваши? Вы знаете, я, честно говоря, вообще не могу понять, как я попала в эту компанию Компанию судей, потому что для меня танец несколько другой Это не только ноги, не только там сбился партнер или не сбился Это прежде всего нравится нам То есть зажигают нас актеры на танцплощадке или нет Что-то вы не горите, Галь Ну, наверное, для этого есть какие-то причины Даня, я действительно, мне кажется, что это просто немножко не ваш образ Ну, я не знаю Вы знаете, у ведущего на этом шоу нет никаких полномочий Но я хочу со своей стороны сказать, что мне, как зрителю, очень даже понравилось Было весело До этого выходит Не в этом ли смысл нашего шоу, чтобы высекать искры и эмоции? Давайте проводим нашу веселую пару все-таки аплодисментами К Дарье и Александру Завяновичу Ну, во-первых, очень здорово, что вы остались в проекте Потому что Даниил сказал сразу, что он будет каждое свое появление на паркете превращать в такую маленькую короткометражную картину Действительно, вам ближе вот такой лиричный образ, который был в прошлый раз? Или такой вот пират? Ну, я склонен думать, что все-таки пиратское что-то с подбитым глазом во мне тоже имеет место Я прошу прощения, что, конечно, были допущены две такие серьезные ошибки Я считаю, что не нужно совершенно простить прощения Потому что я со своей стороны хочу сказать, что, возможно, сейчас получилось не все, что получалось вчера или получалось во время прогонов Но что важно для меня, это то, что в течение того времени, что мы репетировали Я видела, что мой партнер, он прилетал, через два часа он уже был в зале Он не ел, не спал, он занимался Я считаю, это заслужит уважения Поэтому, Дань, тебе совершенно не нужно извиняться Александр Завенович Ой, ну, вы знаете, я обещал ничего такого не говорить Но, тем не менее, все-таки скажу Здесь режиссерская недоработка Эй, моряк, это женская штука, женская А звезда у нас здесь мужчина, Данил Спиваковский Есть проблема Может быть, именно вот это И как-то сделала всю эту историю немножко рыхлой Оценки Оценки Владимир Деревянко Восемь Станислав Попов Восемь Галина Беляева Девять Николай Цискоридзе Пять баллов Не самые плохие оценки за веселый танец, друзья В сумме это дает ровно 30 баллов Аплодисменты нашей паре Дорогие друзья Во-первых, я призываю сейчас всех голосовать Потому что этой паре Вы уже продемонстрировали свою любовь к Даниилу и Ксении Нужна будет ваша поддержка Я напоминаю, все может измениться Потому что результат это сложение оценок жюри И вашей любви к паре В вашей активности в СМС-голосовании Кроме того, средства, полученные от голосования Будут перечислены на благотворительность Сегодня это Равиль Ислямов Он играет на скрипке Он был сегодня уже гостем нашей программы Поэтому все СМС будут направлены на помощь в приобретении ему инструмента Спасибо вам А сейчас следующая пара участников программы «Танцы со звездами» Александра Урсуляк Денис Тагинцев Фокстрот Это был такой вообще праздничный день для меня Я получила огромное удовольствие Восхитительно Мюзикловое прошлое не может не сказаться И действительно непонятно было, кто из вас профессионал Назревают десяточки Девять Девять Десять Шесть Это не честная оценка Это справедливо Нет Когда мне говорят, что все прекрасно Пара танцует, как два профессионала И ставят оценки ниже Для меня это непонятно А меня лишь только это раззадорило Мы готовим суперпасный танец Хорошо, когда в такой сильной позиции Пам-пам-за Саша, помимо того, что танцевать, она будет еще и не скажет, что делать Нам хочется, чтобы номер был острый и яркий Может быть, в последний момент Чтобы это было прям... Вкусно-вкусно Делаю вид, что я не нервничаю А на самом деле я в ужасе от того, что мы тут напридумывали Колесо поддержки Зачем? Фокстрот танцует Вум Ца Мы сошлись очень хорошо На самом деле, вот руководи, я тебе доверяю Три-четыре, молодец В общем, это будет такой сюрприз для зрителей Чё-чё-чё, то Эй, давай захватим город в плен And all that jazz Я приспущу чулки до самых до колен And all that jazz Все за мной, тут есть кабак один Где горячий твист и холодный джин Там вечно шумы, да, и драки по ночам And all that jazz О-о-о, малышка будет до утра чудить And all that jazz О-о-о, растопчем тупи, разоблёт шутки And all that jazz О-о-о, продолжим с ней кровати О-о-о, её мамаша спётит песню Ночь, уходим прочь And all that jazz Александра Урсуляк и Денис Тагинцев Вот это да! Галина, очень хочется узнать ваше мнение по поводу вот этой Я бы назвал это не только танцем, этой великолепной композиции Крутится как раз это слово на языке Блестяще, просто блестяще Я бы хотел, знаете, передать слово человеку, который танцует, конечно же, на много-много уровней выше, но ему никогда не приходилось танцевать и петь одновременно Николай, что вы думаете об этом? Ха-ха-ха, мне приходилось и танцевать и петь и не раз Я имею ввиду серьёзное творчество на сцене Большого театра, Николай На сцене Большого театра никому не приходилось и петь и танцевать одновременно, Гарик, ты просто там не бываешь, потому ты этого не знаешь Я бывал там один раз, там никого не было, я пел и танцевал Наверное, как в буфете? Да, в буфете Вот это сразу понятно Сашенко, что хочется сказать о вас Вы так же, как и Юля Синицына, для меня профи Всё, что вы сделали ногами, мне больше, чем понравилось Но вам нужен хороший репетитор для верха Я должен просто сказать, я вот уже вторую программу слышу о том, какой Саша профессионал И действительно считаю её профессионалом, но хочу заметить, что до проекта, до проекта Саша не знала, что такое бальные танцы Она знала, что это такое, но она никогда не танцевала Денис, дорогой мой, просто вы Дело в том, что я очень хорошо знаю, что такое Чикаго Вы пели Велму Келли, правильно? Она танцевала столько, что вам даже не приснится Дело в том, что это наисерьёзнейший мюзикл Серьёзнейшей хореографии гениального постановщика и режиссёра Потому не надо мне рассказывать Но это же не бальные танцы, Коля Вот что Денис имеет в виду, да, Денис? Ничего подобного Там очень дело в том, что Боб Фосс там использовал всё то, что сейчас Саша делала Просто немножко в других комбинациях Пожалуйста, господа, сейчас вы спорите с профессионалом, не надо И тем не менее, я хочу сказать, что Саша танцевала в мюзикле не месяц назад и не неделю Я думаю, что если... Она постарела Если бы... Вот зачем вы сейчас напоминаете об этом, Денис? Денис, я считаю, что всё справедливо, я поняла, я знаю, про что вы говорите, Николай Хотя танец, там вот одно движение в начале А это вот то, что я вам сейчас сказал про руки Вот это вам... Я поработаю Я вам потом объясню, если вы хотите Хорошо Слушайте, у меня сейчас будет шейный остеохондроз Вы решите, всё-таки это хорошо или плохо Я сижу как судья на теннисе Друзья, аплодисменты нашей прекрасной паре Дарья, принимайте их Роскошная пара Просто абсолютное украшение танцев со звёздами Саша Урсуляк с Денисом Тагенцевым Невероятная красоты пара, во-первых Таланта Это было очень здорово Я не представляю, Саша, как можно... Я понимаю, что ты в мюзикле действительно участвовала Да и действительно в «Добром человеке сезуана» ты поешь и танцуешь Но всё-таки даже дыхание, это же сложно Конечно, вот есть навык, что петь и танцевать Хотя, конечно, в мюзикле очень всё продумано и сбалансировано Когда одно, а когда другое Но на самом деле, мне кажется, что... Мне жаль, что показалось, что мало фокстрота Потому что мы, честно скажу, мы не хотели очень сильно углубляться в Чикаго, в эту задумку Мы хотели всё-таки продемонстрировать фокстрот И несколько шагов, ну, прям достаточно больших, как мне кажется, было Да, шаг перо был, да Вот По-моему, был большой фокстрот Станислав Григорьевич Не очень большой, там был шаг перо, они его исполнили Достаточно большой А потом перешли опять к сложной хореографии Александр Завельевич Ну, я что-то могу сказать Я как зритель, я всегда в восхищении, когда человек одновременно может и петь, и двигаться по сцене А не просто двигаться, ещё и танцевать Это всегда, что называется, вызов, челлендж И вы с ним справились абсолютно вполне Поэтому спасибо вам большое Я увидел кино в этом То есть и All the Jazz, Чикаго, это кино В вашем номере было кино, поэтому я как зритель счастлив Спасибо огромное Разделяют ли ваш оптимизм и воодушевление члены нашего профессионального дружбюра Александр Завельевич Узнаем через мгновение Оценки прекраснейшей пари Владимир Девять Станислав Девять Галина Николай Сашенька, семь Это самое высокое для меня сегодня Спасибо Спасибо Дамы и господа, 35 баллов Аплодисменты нашей прекрасной паре Это танцы со звёздами на телеканале «Россия» 12 участников, 6 пар уже выступили Впереди самое интересное Следующие 6 пар Увидимся через несколько минут на канале «Россия» Телеканал «Россия» Танцы со звёздами 10-й юбилейный сезон Прямо сейчас на паркете появится следующая пара Анастасия Веденская Андрей Карпов Вальс Когда я услышала, что это ваш первый выход на паркет, я просто была поражена Под конец танца мне показалось, что у меня сейчас будет сердечный приступ То есть я очень волновалась Андрей, вероятно, и сделался Он всю свою жизнь положил на то, чтобы у меня хоть что-то получилось Мы набрали 32 балла и спасибо Филиппу Я спасаю Карпову и Настю Веденскую Для меня самое большое потрясение было то, что в конце мой старший сын плакал Когда нас спасли, он выбежал и обнял меня Мы продолжаем так же много тренироваться Каждый день репетируем по 9 часов Мы Настеньку гоняем Она бегает по беговой дорожке Я думала, это будет легко, когда ты мне сказала Она у меня плавает в бассейне Занимаемся мы очень много На меня уже витамины не действуют, энергетики тоже Раз, два, бедра, бедра Я очень удивлена тому, что я начала чувствовать свое тело И теперь мне легче схватывать что-то Я попытаюсь сделать все, что в моих сил Для того, чтобы Настя стала лучшей танцовщицей на проекте Я боюсь его подвести, что мы можем и пройти дальше Расстроить своих детей Принцесса Будет пустота, если все закончится Для достижения результата останавливаться не знаю О, моя любовь, моя дарлин' I've hungered for your touch О, моя любовь, моя дарла, бедра, 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 бедра О, моя дарла, бедра, 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 бедра Продолжение следует... Продолжение следует... Анастасия Веденская К их мнению мы сейчас и перейдем Некоторые вещи было немножечко зажато в этом смысле Спасибо, Владимир, за такую оценку Я думаю, это фора для остальных членов жюри Чтобы они как бы выразили свое справедливое, но вместе с этим оптимистичное мнение в оценках Мы провожаем эту прекрасную пару к Даре Златопольской и Александру Акопову И не только к нам с Александром Завеновичем, а еще и к Гордею Епифанцеву Который просто, Гордея, растопил наши сердца абсолютно Когда болел за свою маму, он и сейчас сидел И так болел за тебя, милая Да-да-да-да И он прям сидел рядом со мной Я говорю, ну ты доволен? Тебе нравится? Мне очень нравится, как моя мама выступила Надеюсь, что Юлия поставит очень хорошую оценку Настенька, как ты себя сегодня ощущала? Было больше уверенности или опять тоже? Ну, все равно это, наверное, легче для меня, чем ча-ча-ча Потому что здесь есть история та самая Которую можно прожить Это сложнее, чем ча-ча-ча А я еще хочу поприветствовать Володю Епифанцева Который сегодня пришел поболеть за Настю Володчик, очень рада тебя видеть И очень хочется, пользуясь тем, что ты здесь сегодня Взять обещание с вас с Настей Что вы в юбилейной программе 27 марта Нам исполните танец вдвоем Поскольку, по-моему, это первая пара супругов в истории танцев со звездами Которые в разных сезонах участвуют в качестве звезды Володю, это было уже лет 6, по-моему, назад, да? И вот Настя сейчас Ну что, готовы? Да, было бы здорово, потому что я уже один раз опозорилась, танцевав с ним танго Это было потрясающе! Я до сих пор помню, это была такая страсть! И было так стыдно! Я думаю, у нас после полуночи начнут показывать эту программу После того, как вы там станцевали Александр Завенович Мне кажется, самая сложная задача – это танец Вот именно в современном, причем бытовом костюме Здесь, наоборот, волшебство Ну, как бы нет волшебства внешнего А есть волшебство, которое может быть создано только твоим движением Выражением лица И, опять-таки, я хочу констатировать, что кино было Это кино про любовь История совершенно понятная Мы знаем ситуации, когда девушки оказываются в мужских рубашках И все, что было затем Мне кажется, это прекрасная, очень лиричная история Была прекрасно рассказана И мы узнаем сейчас, какие же оценки продиктовал этот танец Владимир Деревянко Восемь Восемь Станислав Восемь Галина Восемь Николай Цискоридзе Шесть Я поддержу Для меня это высокая оценка Для Николая это высокая оценка Дамы и господа, 30 баллов Прекрасная пара наша получает 30 баллов А мы ждем здесь, прямо сейчас, на паркете Наших следующих участников Встречайте Екатерина Старшова Владислав Кожевников Джаев Лучшее выступление за сегодняшний вечер Очень здорово получилось передать нас атмосферу танца Катя Настолько обаятельна, настолько воздушна Восемь Десять Девять На возраст я скидку делать не буду Шесть А Николая Цискоридзе мы не обиделись Мы понимаем, что нам нужно еще много работать Это дает какой-то стимул У меня сейчас боевое такое настроение Хочется по максимуму отработать именно технику Я не знаю, когда я подожди Сначала обувь не снялись, но мы это прошли Надо вот эту точку перебороть И начать общаться более легко Почему вот никто меня никогда не слушает? Да я же партнер И что? Просто должны меня слушать Я главный в паре Если у нее что-то не получать То я стараюсь помочь Я буду делать то, как было? Нет, не надо Я буду делать то, как было Я знаю, что Влад считает, что он главный в паре И партнер мой на льду тоже так же считает Я все же хочу, чтобы он меня тоже спрашивал Я не запомнила ничего Ты бесишь Назад Она вообще быстро все схватывает Ей все достаточно просто дается Я считаю, что у нее все получится Быстрее Но надо вернуться Да Влад со мной согласился Неужели? Случилось Ура! Да Если вы нахмурясь, выйдете из дома Если вам не в радость солнечный денек Пусть вам улыбнется, как своей знакомой С вами вовсе не знакомый встречный паренек И улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз Их хорошее настроение не покинет больше вас Если вы с любимым вдруг поссорил случай Часто тот, кто любит, ссорится зазря Вы в глаза друг к другу Посмотрите лучше Лучше всяких слов Порою взгляды говорят И улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз Их хорошее настроение не покинет больше вас Екатерина Старшова и Владислав Коржевников Джаев Станислав Попов Я думаю, что у Владислава не хватило опыта Иногда переключиться на свою партнершу Потому что у Кати чуть меньше опыта танцевального И поэтому иногда не все получалось Иногда не получалось с ритмом Финал не сложился с поддержкой и с финальной точкой В целом это было очень весело По-весеннему Хорошее настроение И обаяние Может быть несколько не такое, как В первой программе Когда был удивительно легкий романтичный вальс Но очень красивый танец Очень красивый танец Согласен, полностью согласен Владимир Деревянко Я согласен, конечно, с С тем, что не совсем все получилось И думаю, что не совсем вина партнера В какие-то моменты нужно тоже немножечко Ну, как бы Среагировать В какие-то моменты В конце, например, ты могла бы тоже среагировать И поддержка получилась бы лучше Небольшие помарки Но это бывает Это нормально А в общем, очень приятное впечатление Спасибо Очень приятное впечатление Я запоминаю все последние фразы Членов жюри А сейчас мы обратимся К главному специалисту По юным танцевальным талантам К ректору Вагановки Нашему уважаемому Николаю Цискоридзе Значит, что мне не понравилось, ребята Это то, что вы выучили Много сложных комбинаций Разных И было просто очень видно Что вот комбинация закончилась Психологически какая-то выдохнула Потом опомнилась И пошла следующая танцевать Вот это Еще просто Ну, понятно, что ты не профессионал Что тебе достаточно сложно Еще связывать так, как Владику Вот над этим надо работать Хорошо, спасибо Николай, я вас паим Я уже стою здесь Третью передачу с микрофоном Наконец-то до меня начало доходить То есть лучше танцевать проще, но чище Конечно Лучше танцевать так Чтобы никому не было понятно Что тут есть фолл-уэй Такой шаг-сякой шаг Чтобы танец был, понимаешь? Слова лилиси, как будто их рождала Не память рабская, а сердце Вот это танец А тогда вы скажете Что вам не хватило основных шагов и элементов Со Станиславом Грифуриевичем Нет, я прошу, чтобы они были Но чтобы не было швов Провожаем аплодисментами На шуеную бару Это одна из моих самых любимых пар На проекте На самом деле мы увидели Вот если говорить в этой программе Это вот с моей точки зрения Зрители Это как раз вот такой первый номер Который в чистоте Прям вот бальный танец Как я представлял себе это дело Поэтому спасибо вам, ребята А все остальное придет Спасибо Спасибо Влад, ты же танцевал именно джайв На конкурсе «Синяя птица» Да, со своей партнершей Это твой любимый танец, джайв? Ну, один из любимых танцев Как тебе с Катей? Было очень удобно И Катя большая молодец Катя большая молодец Ну, Катя Вот был такой очень нежный образ в прошлый раз А здесь такой очень живой Юморной Вот тебе что ближе? Мне кажется, что мне ближе джайв Он более такой заводной, веселый И я думаю, у меня Ну, мне было приятнее его именно учить И все комбинации выполнять Будешь танцевать теперь джайв иногда? Когда услышишь музыку Это же, в принципе, там же многое можно использовать В реальной жизни из этих движений Ну да, возможно Да? Друзья, я уверена, что у вас сейчас есть желание Поддержать эту пару Отправив их номер На короткий номер 1075 Напомню, что все решает оценка совокупная Жюри и зрительского голосования Поэтому от вас зависит действительно все Голосовать вы можете еще и на сайте dance.russia.tv Затем эти баллы суммируются И в следующей программе мы узнаем Кто продолжит участие в танцах со звездами Благодаря вам Ну, а сейчас самое время узнать Как оценила эту пару наши жюри Дарья, спасибо, я сам в предвкушении Владимир Деревянко Девять Станислав Попов Девять Калина Беляева Девять Николай Цискоридзе Пять Главное, что у ребят все впереди И эта пятерка имеет еще все шансы Превратиться в семерку, десятку И так далее Безусловно, я думаю, что 32 балла Не самый плохой на сегодняшний вечер результат Абсолютно Это десятый юбилейный сезон танцев со звездами На канале Россия Ждем на паркете следующую пару Евгений Ткачук Инна Свечникова Румба У меня, конечно, это был первый танец вообще в жизни Я себя отпустил, поэтому был хорошим Они создали очень красивую картинку встречи двух влюбленных Женя справился абсолютно со всем Вы очень отчаянный человек, вы начали с самого сложного Я увидел индивидуальность, и это для меня самое главное Восемь, девять, шесть Шесть Это абсолютно объективно и правильно Нам дали румбу Это эмоция, которая возникает между людьми Ох, это про любовь Это мы про огурцы А я в этот момент повернусь и вместе Это хорошо У него там внутри очень много есть, что открыть и показать Чувство юмора, остроумия и самоирония Происходит именно от глубокой составляющей человека Все, я уже твоя То, что я вижу внутри него, это прекрасно Я не знаю, кто как подбирал партнеров Но мне кажется, лучше не могло случиться Сколько мы так уже стоим? Часа три? Двое суток Она вот как очень близкий человек, который никогда не будет давить Она очень меня поддерживает Мне нравится больше вот этого, потому что в этом, ну, как будто другое отношение Прекрасный номер! Луки! 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 Leo И уехала на такси. Ваши аплодисменты Евгению Ткачуку и Несвечниковой. Аплодисменты, крики «Браво!» Публика в восторге. Отразятся ли эмоции зрительного зала на чувствах наших прекрасных профессионалов и жюри? Потому что они непробиваемые. Любой маленький нюанс не может быть оставлен без внимания, если что-то пошло не так. Поэтому вы отдохните, а мы послушаем их мнение. Галина Беляева. Мне очень нравится эта пара. Я восхищаюсь пластикой Инны. И просто каждый шаг, каждое движение ловлю. Просто изумительно двигаетесь. Прекрасно. И ваш партнер, он потрясающий актер. И вот получился прекрасный ансамбль. Вы очень дополняете друг друга. И мне кажется, танец получился прекрасно. История, знакомство и неожиданный финал. Поэтому спасибо, мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо, Галина. Николай Тискоридзе. Женя, очень много освоил из румбы. Даже удивительно. Я думал, что у вас не получится. Я тоже. Инночка молодец. Он молодец, Николай. Он очень старается. Я знаю, что он молодец. Но Инна, от тебя тут зависело очень много. Здесь видно было твоей работы очень много. Ты пыталась его прикрывать, но он молодец. Он научился. Он много у тебя взял. Спасибо большое. Да нет, круто. Даже я, будучи не специалистом в румбе, понимаю, что это... Вы просто официальное лицо румбы в Российской Федерации. Станислав Попов. Инна была великолепна. Мне особенно понравилось ее чувственно-эротическое соло в румбе. Это вопрос движения сделал Станислав Попович. Особенно реакция на эти движения Евгения. То есть он пришел в такое экзальтированное состояние. Ему все понравилось. Евгений настолько замечательный актер, что он мог, в общем-то, станцевать блестяще бальную румбу. Но он не мог выйти из образа таксиста, поэтому его движения были нарочито угловатые. Хотя в них угадывались некоторые элементы румбы. А в целом это была замечательная сценка. Спасибо большое. Провожаем нашу пару аплодисментами. Дарья. Александр Заянович. Знаете, бывают такие замечательные ситуации, когда комментаторы лучше и помолчать. Вот этот номер, мне кажется, он вообще никаких комментариев не требует. Настолько все было сделано ясно, просто красиво, четко. Просто спасибо. А я еще так радуюсь тому, что вот на проекте у нас сейчас первый такой настоящий конкурсный день. Все 12 пар, да, впервые встретились на паркете. И вот я уже вижу, что это какая-то удивительная пара, которая сложилась. Да, сложилась. И даже вот те движения, которые были вообще не из этого танца, тоже как будто бы тоже из этого танца. Хотя я все перепутал. Зачем ты это сейчас сказал? Еще оценки не выставили. Он сам на месте поставил хореографию. Даша, ты заметила, что мы-то промолчали все вчетвером. Молодец. Ты поняла, какие мы добрые. Оценки Владимир Деревянко. Восемь. Станислав Попов. Восемь. Галина Виляева. Восемь. И как бы венчает эту прекрасную плеяду цифр. Оценка. Шесть. Аплодисменты членам нашего жюри. Профессиональным, суровым и честным. Провожаем прекрасную пару. Это танцы со звездами. Десятый юбилейный сезон. Ждем на паркете следующих участников. Увидимся через несколько минут на канале Россия. Дамы и господа, это танцы со звездами. Телеканал Россия. Мы ждем на паркете следующую пару. Ирина Безрукова. Максим Петров. Посадобль. Привет. Что это у тебя? Лечебный пластырь – нанопласт форте. Он помогает облегчить боль в шее, спине и суставах. Устранить ее причины. Меня как раз прихватило в спине. Выручит? Конечно. Нанопласт форте. Он работает. Держи. Прекрасное выступление. Был хороший старт. Да, какие-то моменты не получились. Семь баллов. В фокстроте очень важен баланс. Вот это было потеряно. Семь. Я знаю, что на одной из репетиций давалось лучше. Если что, я спасу. Пять. Пятерка с каридзой – это фактически Оскар. Иру Безрукову хотел бы провести за ручку следующий тур. Я же обещал. Силип, я люблю тебя. Спасибо тебе. Посадовый мне не близок, потому что это страсть. Три, четыре. Эмоциональные выбросы – это совсем не мое. И именно поэтому мне это интересно. Раз. Оп. Это как раз моя стихия, которую я очень хорошо знаю. Ну, восемь и раз. Рядом с таким партнером ему не хочется выглядеть очень бледно. Я, конечно, очень стараюсь. У нее выбор, а не другого. Семь, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Достань всю мощь, всю энергетику. Мое состояние меняется. Сейчас такое желание максимально хорошо сделать танец, потому что я даже не знаю, будет ли у меня когда-нибудь еще такой шанс. Три, четыре. Мне кажется, все получится еще лучше, чем было в первый раз. Не зацикливайся на шагах, зацикливайся на чувствах. Три, четыре. Я, конечно, очень стараюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина Безрукова и Максим Петров Максим, как называется этот прием? Вообще помогает жизненный опыт просто А как это? У нас одобрили такой танец, что приходится многое показывать именно из жизни Иногда сложной, иногда трудной взять эти эмоции, выплеснуть их Максим, у меня единственный вопрос Вы наденете рубашку? Ну, если надо будет, надену Да, потому что... Я вот специально для Филиппа, собственно, сделал тату А вы опоздали, Филипп уехал Он знал, ему сказали, Максим будет без рубашки Он с криками ушел из павильона Вы отдышитесь, мы шутим для того, чтобы вы пришли в себя Потому что танец очень сложный и эмоции очень сложные Мнение жюри очень немаловажно в этом шоу Галина Ирочка, мне... Ну, это мое ощущение Мне кажется, мне не хватило в вас игривости Ты должна его заманить То есть это твоя жертва, понимаешь? Вот мне не хватило вот этой игры с партнером А вообще композиция замечательная Танцовщицы Фламенко никогда не улыбаются У них страсть и кровь И в посадовлении Фламенко нет улыбающей Я видел Фламенко, они такие прям очень строгие эти женщины Они сверлят взглядом Мне это легко, мне запретили Спасибо, Галина Станислав Я думаю, что Ирина, как очень красивая женщина Ей больше идут номера лиричные, нежные Но сегодня, когда Макс дождался латино Он латинист вообще, конкурсный танцор И он понял, что нужно наверстывать Он оторвался по полной И мне показалось, что вам эмоционально это помогло Вы были с ним в дуэте Вы были увереннее, чем в первой программе И были сильны и страстны Технически не все получалось Но образ был очень хороший Мне вообще понравился ваш танец И костюмы, и настроение, и состояние И, конечно, вы были внутри этого посадовлены Внутри этого состояния Мнение остальных членов жюри мы узнаем уже в оценках А мы вас провожаем Моей прекрасной соведущей Дарья Слатопольская Спасибо, Максим, мне подарил уже прекрасный этот цветок Я себя тоже буду чувствовать в ритме посадобля Максим, ну, конечно, ты и посадобль Это какое-то фантастическое И несовместимые вещи Нет, ты был великолепен И ты знаешь об этом, не кокетничай Спасибо огромное Ирочка, вы признались Профайле, что для вас Это непривычно Вот как-то на показ свои чувства Очень активно выставлять Как это принято в Испании Да, на самом деле Наверное, мы иногда не подозреваем Что в нас скрывается Я обнаружила Ого-го, какие интересные открытия Серьезно, серьезно Но на самом деле Максим потрясающий партнер Один взгляд его И невозможно не реагировать Это партнерство Спасибо Там в приролике было сказано Не думая о шагах, думая об эмоциях Как результат, в случае Я такую личную неприязнь испытываю К этому Тариадур Он к нашей Ирочке И так приставал, в случае, да? Это я к нему приставала, на самом деле Не знаю Моя героиня А он ее отвергал Ну, в общем, короче говоря У меня эта вся история вызвала кучу эмоций И это, наверное, то, чего вы добивались Вы просто молодцы Спасибо Браво Оценки прекрасной нашей пари Максиму и Ирине Владимир Деревянко Станислав Восемь Галина Девять Николай Шесть Шесть баллов А в сумме, это, дорогие зрители Если у кого-то есть калькулятор А кто-то считает Быстро, подскажите Конечно же, тридцать один балл Аплодисменты Мало 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 Александр Давидович призывает всех вас, дорогие наши зрители Голосовать за эту пару Дальше проходят пары, которые получат максимальное количество баллов Сложенных из оценок жюри и вашего голосования Голосуйте, отправляйте смс на короткий номер 1075 Или заходите на наш сайт dance.russia.tv И отдавайте свой голос за ту пару, которую вы хотите видеть дальше и дальше Я уже знаю, за кого будет отправлять смс Александр Давидович Акопов Александр Давидович, вся надежда на вас На ваших знакомых Потому что эта пара очень классная Мне, как ведущему, запрещают отправлять смс-ки в поддержку участников Я бы их не слушал Но у меня отобрали мобильник, у меня сейчас пейджер Александр Давидович Если вы захотите меня куда-то пригласить, отправляйте на пейджер Это решение жюри Которая в целом сегодня находилась в очень приличной форме Вот сейчас немножко сплоховала Потому что эта пара действительно заслуживает большего Поэтому я всех очень прошу помочь вот этим ребятам Это танцы со звездами Встречаем следующую пару здесь, на паркете Нелли Уварова Евгений Раев Самбо Хорошо, что «Нонопласт форте» уже второй год с нами Мне казалось, что я умру от страха Нелли не только классно станцевала, она еще и зажгла меня Ча-ча-ча было удивительной Нелли, вам нужно танцевать, у вас очень хорошо получается Конечно, было ужасно приятно получить высокие оценки Девять Десять 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 Давай руку идите, пожалуйста Ты молодец Мы сейчас в позиции обнулили Вылись! Сам новый танец Как новая жизнь Даже за рулем я еду Я еду в машине Танцы Танцы, танцы, танцы И периодически я замечаю справа и слева В Нелли целая палитра эмоций Раз и два Она сочетает в себе большое спокойствие И в то же время она может предстать перед тобой совершенно другим человеком Раз и два Столкнувшись с новым танцем, я вдруг понимаю, что абсолютно я начинаю с нуля Сейчас самбо, это будто я заново учусь ходить Нет, нет резкости внезапности, давай Раз, два и три, четыре и пять, шесть О, встала, молодец Вдруг я поймала себя на том, что я танцую А я уже почувствовала, что мне нравится такое состояние Амор, амор, амор Амор, амор, амор Амор, амор, амор Амор, амор 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 Нелли Уварова и Евгений Раев! Мы все ждем, что граммофон снова заработает. Какое прекрасное завершение вечера, но, к сожалению, вечер не завершен. Мы вынуждены услышать комментарии, комментарии к этому прекрасному действу от профессионалов Николая Цискоридзе. — Прежде всего, мое восхищение вами, то, что, конечно, природа здесь побеждает. У вас потрясающая координация, чувство ритма. Многое еще вам придется осваивать, но я очень хочу, чтобы вы дошли до самого финала, а там мы будем уже бороться. — Владимир Деревянков, плюс ко всему вы в этом тоже развлекаетесь. Вот такое ощущение, когда смотришь. Спасибо. — Это прекрасно, Николай. — Да, это прекрасно. — Мы восхищаемся, мы вас провожаем аплодисментами к Александру и Даре Златопольской. Нелли уже немножко измазала краской даже Александра Завеновича, потому что это такая встреча двух людей, которых многое объединяет. В этих павильонах снимался любимый очень всеми сериал «Не родись красивый», создателем которого является Александр Завенович, а звездой которого, естественно, является Нелли. — Нелли сразу начинает в этот момент, она сразу начинает улыбаться, потому что это знаменитая история. В первый рабочий день привели Нелли сразу на главную роль режиссер, сопродюсеры, американцы, которые были тоже на этом проекте, сказали, ну что, у нас есть главная героиня. Но поскольку мы, продюсеры, народ ответственный, то я не мог смириться с тем, что вот прям первый рабочий день и на главную роль уже есть девочка. Как правильно сказал Коля, да, тут талант, что называется, не пропьешь, было понятно, что она подходит, но мы все равно сделали полный кастинг, потратили три месяца, привели еще 300 человек для того, чтобы через три месяца убедиться в том, что Нелли действительно лучшая. — Нелли и Женя, я смеялась просто в голос над вашим танцем. Просто вот когда у вас сломался граммофон в конце, и вы изобразили этот дикарский танец, это было так здорово, это так классно. Нелли, ну это совсем уже что-то другое. — Да, поскольку первый наш танец был романтический, то мы, услышав музыку Хулио Глейсиаса, решили, что нет, но второй раз в иллюстрацию романтического танца мы вряд ли себе просто разрешим войти. И поэтому я сказала, Женя, давай зайдем из угла. Но надо отдать должное. Женя все-таки соглашался на эксперименты. — А как Женя сам сыграл еще? — Вот ты начинающая танцовщица, а Женя профессиональный танцор, но актерский, как он это отработал? — Спасибо огромное, спасибо. — Браво, браво. Я думаю, что оценки должны быть, должны быть. — Вы знаете, я просто выражу свое скромное мнение в одном предложении. Мне кажется, что это тот уникальный случай, когда и актерские такие приколы, и ситуации, и танец находились именно в балансе, и пазл собрался. Оценки жюри. Владимир Деревянко. — Десять. — Станислав Попов. — За примитивную любовь в ритме самбы десять. — Галина Беляева. — Десять. — Николай Цискоридзе. — Ну, так как у нас теперь уже конкурсный день, а не отборочный, и для меня сегодня это самая высокая оценка. — Семь. Ну, слава богу, 37 баллов получает пара. — Восхитительная Нелли и прекрасный Максим под ваши аплодисменты. — Большое спасибо. — Спасибо большое. — А мы с вами, дорогие зрители, увидимся на телеканале «Россия» буквально через несколько минут. — Танцы со звездами. Канал «Россия». Встречаем на паркете следующую пару. Дмитрий Миллер, Екатерина Осипова. Квик-степ. — Нам удалось передать характер танца танго, но немножко не все равно мы его зажимы. — Тело освобождать надо, чтобы это танго было еще очень мягким, интригующим. — Кто же из этих двух пар покинет проект «Танцы со звездами»? — Нас спасло жюри. Кстати, спасибо им большое. — Это, конечно, пара Миллера и Осипова. — В этот раз танец сложнее. Честно скажу, не все получается. — Раз. — Катя говорит, что вот обычно на пятом танце люди начинают выяснить отношения, ссориться. Но мы вот не стали ждать пятого танца и... — Ну, не прижимай так сильно. — Я прижимаю. — Давай без него. — Что ты такого настроения перейдешь? — Не знаю. Давай еще раз. — Да, у меня еще получается. Что такого? — Я очень требовательна сейчас к Диме. Я понимаю, что это его подстегивает, он делает очень хорошо. — Паня, 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 паня. — Нет, нет. — Нет? — Давай еще раз. — Скоро спину держи сейчас. — Угу. — Хочется выступить милючее. — Хочется учесть все ошибки, чтобы она была уверенна во мне. — Вот. — Она молодец, он держится. — Мне хочется дальше танцевать. — А диньдец. — Городец. — Городец. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Миллер и Екатерина Осипова 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 И нам удалось передать И как-то мы понеслись потом Я уж не знаю на сколько это было со стороны Но нам было хорошо Друзья… Волнующий миг Туттова Америка И оценочки жюри Владимир Деревянко 10 Станислав Галина Николай Цискоридзе 7 7 баллов, 7 баллов. А в итоге это дает ровно 36 баллов. Прекрасная оценка, прекрасная оценка деятельности вот этой пары. Главное, что мы растем. Спасибо большое. Дамы и господа, это была последняя пара сегодняшнего вечера. Давайте посмотрим и вспомним лучшие фрагменты третьего конкурсного дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И улыбка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, лидеры сегодняшнего дня Глафера Тарханова и Евгений Папунаишвили Юлия Синицына и Василий Деловов И пара Нелли Уварова и Евгений Раев У всех трех лидирующих пар ровно 37 баллов А сейчас давайте посмотрим, кто в зоне риска Это пара Даниил Спиваковский и Ксения Путько И пара Анастасия Веденская и Андрей Карпов Ну что ж, оценки жюри выявили лидеров и временно отстающих, но зрительское голосование может изменить все кардинальным образом Конечно, Дарья, чтобы поддержать ваших фаворитов, уважаемые телезрители Отправляйте смс с порядковым номером понравившейся вам пары На короткий номер 1075 Стоимость смс-сообщения 35 рублей, включая НДС Все подробности на сайте dance.russia.tv У вас есть время ровно до полуночи, чтобы поддержать своих любимцев Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю Я благодарю наше замечательное жюри, благодарю нашего специального гостя Александра Завеновича Акопова Огромная честь для нас, что вы были сегодня с нами Спасибо, что были с нами, Александр Завенович Это были танцы со звездами на телеканале России Увидимся ровно через неделю С вами были Дарья Златопольская И Гарик Мертирасен Счастливо, не забывайте танцевать Пока! Субтитры создавал DimaTorzok